МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ведь путь на Олимп всегда тернист. И, конечно же, мы услышим практические советы от звезды. Михаил Машко, уфимский певец, автор, исполнитель, участник музыкальных конкурсов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы сидим с вами за этим круглым столом, невидимым. Мы будем считать, что он здесь есть. Я просто вам говорю так же, как вообще, что возможно в этой жизни. Просто если человек очень хочет, на самом деле, и хочет настолько сильно, и прикладывает к этому все свои возможности, трудолюбие, все-все-все, что ему дал Всевышний сверху, все это, если он это предложит, не побоится, и пойдет, и ступит на этот путь, он все равно придет к чему-то хорошему. Но будет тяжело. Потому что такова судьба. А бывали моменты, когда хотелось даться, уйти? Да. Некоторые моменты апатии и уныния, конечно, они присутствуют. Тем более на почве того, что, как говорится, в моей семье было в некотором смысле разлад и так далее. Я был одинок очень. Я даже признаюсь, что у того же Кузьмина в студии мне пришлось порядка двух месяцев жить на лапше доширак и спать на надувном матрасе и писать песни, и рыдать, и, как говорится, корить не знаю кого. Но потом просто уже переходит этот период, когда ты проходишь через какой-то вот этот вот все эти круги ада, то есть ты понимаешь, что ты уже что-то сделал, ты уже записал и написал какой-то большой пласт для своей личности вот всех этих песен, красивых творческих проектов, и ты понимаешь, что... Ну а сейчас уже все, уже просто нету ухода назад, на самом деле. Что вы нашли с тобой? Нашел свое давно, но для того, чтобы прийти к своему, мне кажется, нужно пройти такой тяжелый путь. Допустим, первый мой продюсер был брат Владимира Кузьмина, то есть мы с ним начали работать полтора года назад. Хотя нет, первый продюсер у меня был тогда, когда мне было 22 года, это был продюсер Михея Джумановича. То есть после этого вообще... Да, но потом я женился и пришла она в своей карьере. То есть пришлось завершить этот проект, соответственно. А сейчас? Женат или не женат? Нет, сейчас я уже не женат, поэтому карьера просто разрастается. Нет, это не говорит о том, что надо всем разводиться и срочно в шоу-бизнес. То есть не это послужило, не то, что... Могу сказать, что мой семейный, как бы, сегодняшний статус, это не совсем, мягко выражаясь, то, к чему я хотел бы, конечно, прийти в будущем. Я все-таки хочу быть семейным человеком, потому что у меня есть замечательный сейчас ребенок, и мне бы хотелось бы посоздать свою семью, если это получится, конечно. Ну, кто знает, а может быть и не получится. Ну, как судьба, может быть, взглянем. Вот, ну, буду стараться сделать так, чтобы это случилось, по крайней мере. А может, все-таки что-то вот сегодняшний исполнить? Да, я уже знаю, прям подкушением. Ну, мы исполним что-нибудь, конечно. Я же не знаю, что вам такого исполнить. Нет, можно что-нибудь из излюбленного? То есть, что нравится вам самому? Не то, что, как говорится, по вокалу вы выше берете или еще что-то, а именно, что нравится вам самому. Я вам лучше спою какую-нибудь узнаваемую композицию. А, давайте узнаваемую. Нет, я имею в виду, вам на любимую, которая, то есть, как бы, вы... Вы не заморачивайтесь. Да, что будет, почему вы бойтесь? Да. Ну, хорошо. Это была группа White Snake, то есть, Crying in the Rain, композиция. Короче говоря, ничего не бойтесь. Полный вперёд. То есть, на путьсе, благословения, там, я не знаю, что хотите от меня забирать сейчас. Мы уже забрали. Да, на моём примере могу сказать, что вот я не побоялся, я пошёл и уже чего-то достиг. То есть, дальше, дай бог... А, рок-н-ролл? Рок-н-ролл жив! Мой знак? Нет, это так, а это мой знак уже, который перерастает. Ну ладно, отлично. Спасибо вам большое. Вам спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Алексеев Александр, преподаватель Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмогилова, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Пение – это вокальное искусство. Для пения, как искусство, необходимы правильная, натуральная постановка голоса и техническое вокальное развитие. Пение применяется не только в соло, но и в совместном исполнении. Дуэт, трио, квартет, квинтет. Также различается пение хоровое и ансамблевое, а также пение солистов с хором. Процессом пения руководит эмоция. Из этого следует, что профессионал должен уметь создавать ее и сохранять во время пения. Отпусти меня, в пропасть я сорвусь, я уже не вернусь, я уже не вернусь, с высоты небес. Ну что-то вот в этом роде лучше. Поверь. Ну молодец, первый смельчак. Ну да. Но я выбираю, чтобы такие сложные композиции, у меня есть либо какие-то легкие, но я стараюсь считать. Молодец. Очень здорово, хорошо уходишь на головной регистр. За нами следом будут дожди, днем и ночью затопили дома и фонари, закрыли входы и выходы. Погружайся мы спускаемся, мы, фигушек, здесь будет нормальная жизнь. Верь в этот безумный мир, в этот погодный мир, грустным вечером мы поселимся в нем, зажгем в окнах свои одни. Через прозрачную воду видим друг друга насквозь, забудем, забудем печаль и боль. Я хочу, чтобы это был сон, но по-моему я не сплю. Я болею тобой, я дышу тобой, жаль, но я тебя люблю. Я болею тобой, я дышу тобой, жаль, но я тебя люблю. Молодец. Молодец, а кто-то болеешься-то. Не знаю, может. Все свои. Я вам секрет открою, я не кусаюсь. Все неплохо. По крайней мере, вот из уже четверых прослушанных, да, вот, ребят, хороший свободный вертань. Это уже путь к успеху данный раз. Но надо вертань обработать. Спектакль окончен, гаснет свет, и многоточий больше нет. Блин. Останови музыку. Спектакль окончен. Здорово. Про что пела? То, что я стану, что я сильна, что я все выдержу, что пусть будет много в моей жизни и будет всяких. Это ты сейчас перевод говоришь? Да. А вот про что сама пела? Про вот это. Про вот это все, да? Да. Как немножко, немножко показалось, что про другое как-то. Эй, моряк, ты слишком долго плавал, я тебя успела разлюбить. Нет, теперь морской по нраву дьявол, его хочу любить. Огонь! Молодец! Огонь! Вот практически то, что я и хотел услышать. А теперь немножко вот все-таки выпьем издавлено. Давай, и по-серьезному тоже. И по-серьезному. Я не помню слов. В траве сидел кузнечик. В траве сидел кузнечик, совсем как у горечек. Угуречек. Совсем как огуречек, зелененький он был. Представьте себе, представьте себе, зелененький он был. Представьте себе, представьте себе, зелененький он был. Опять же, эстральный вокал, он поется телом. Если в академическом пении мы работаем исключительно, да, дыхание, вот у нас тут подвижная диафрагма, туда-сюда гуляет, все нормально, все хорошо, все, опор пошел. То в эстраде мы включаем тело, и оно нам помогает. Нам нужно звук подтянуть там, да, вот раз плечик пошло, например, да, нам нужно дать хорошую опору на звук, мы можем сесть на него, да, и опять же сценически нам это все позволено, да. Если мы танцуем, мы можем выстроить свой танец, как тогда там, ха, да, и подсесть на него, да, и так далее. И начинаем, а-а-а-а, кричать занятым на ноги. Мы начинаем исполнять, ну то есть надо вот так сидеть, выпрямившись, и ноги, естественно, надо... Можно сидеть вот так, но главное, чтобы у нас было хорошее заземление. Да, опора на ноги. Те, кто не умеет дышать животом, так всем научатся. Обязательно. Как этому нужно учиться? Обычно этим грешат девушки. Но на самом деле из тех, кого вот сегодня я увидел, услышал, вроде бы все в порядке у нас. Но на всякий случай попроверяйте себя, чем вы дышите, грудью, да, или с животом. А с тем правильным, надо работать. А с тем тем? Если и тем, и тем получается, это очень здорово. Нужно вообще всем дышать. На этом все. Спасибо большое. До встречи. До встречи. До встречи. Не часто приходится работать в таких жестких временных рамках, что всего за одно занятие нужно чему-то научить. И вот сегодняшнее знакомство, я считаю, что прошло довольно хорошо. Есть интересные ребята. Опять же, для первого занятия, когда очень много приходится говорить и давать какие-то теоретические основы, сегодня было крайне удобно, что у каждого были свои стандартные ошибки. И на этих ошибках мы как раз, я надеюсь, что донес все те моменты, которые нужно запомнить и которые уйдут со временем. Но как уж это будет, посмотрим. Очень рад, что я с тобой познакомился. Будем рад продолжению нашего сотрудничества. Очень хорошо. Надеюсь, что мы организуем здесь концертик. И я сюда аппаратуру сам привезу. Отлично. Здесь сделаю. И всем дадим возможность выступить. Устроим концерт. Хорошо. 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 Спасибо.